Рано или поздно те кто строит станки ЧПУ сталкиваются с тем, что имея например вот такой контроллер как у меня, к ним нужно подружить вот такие вот датчики. Датчики могут быть такие, могут быть обычные микровыключатели, разницы при этом нет. Что для этого нужно? Самое первое, нам нужно запитать контроллер. Чтобы запитать контроллер нам нужно на контакт 24 вольта подать напряжение 24 вольта и на контакт DCM соответственно подать минус от того же блока питания. Как подключить обычный датчик? Здесь минусовые входы, соответственно подавать на них нужно минус. Синий это у нас минусовой провод, черный это у нас выход с датчика, который мы подключаем на вход один например и коричневый это у нас плюс и что у нас получается? Теперь нам нужно черный провод мы подключаем к контакту вход один и соответственно коричневый мы подключаем к плюсу, синий мы подключаем к минусовому контакту. И все казалось бы хорошо, но иногда бывает маленькая-маленькая-маленькая проблемка. Входы у нас минусовые. Смотрим и смотрим на датчик. Опачки! И вроде ты все такой подключил , смотришь на татчики и думаешь БЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ отсоединяешь и думаешь твою же мать и что делать и как его подключать, заказывать новые датчики с минусовым выходом блин, это деньги, это время, а датчики это уже есть, и подключить-то их хочется чтобы установочек нормально работал ответ на этот вопрос уже давно придумали китайцы и выглядит этот ответ вот так плата опторазвязки она рассчитана на вход 24 вольта и на выход 24 вольта это 4-х канальная плата первый вход это плюс-минус второй плюс-минус, третий точно так же и четвертый, плюс питание минус питание, выход 1, выход 2 выход 3 и выход 4 эта плата на выходе дает минусовой сигнал, сюда можно подключить абсолютно любой тип датчика хоть PNP, хоть NPN на выходе все равно получить минусовой сигнал для начала возьмем выходы платы опторазвязки 1, 2, 3, 4 соединим с соответствующими входами контроллера 1, 2, 3, 4 далее нам нужно подать напряжение питания в данном случае это 24 вольта от того же блока питания, которым у нас питается сама плата от платы соединим провода питания и подключим их в плату опторазвязки подключаем плюс и подключаем минусовой провод при подаче питания у нас должен засветиться вот этот вот зелененький светодиод с надписью power смотрим блок питания работает светодиод засветился далее нам нужно подключить непосредственно сам датчик у датчика у нас имеется три провода коричневый, синий и черный коричневый это у нас плюс, синий это минус черный это выход в данном случае выход у нас плюсовой поэтому мы берем черный провод подключаем на первый вход на плюсовой контакт далее сюда нам нужно подать минус и запитать собственно сам датчик если подключается несколько датчиков PNP то проще взять минуса соединить между собой и привести на блок питания теперь нам нужно подключить два оставшихся провода на оптопару нам нужно подать еще минус и точно так же запитать минусом и плюсом сам датчик сделаем мы вот так мы соединим минусы вместе чтобы не разводить паутину проводов и подсоединим их вот сюда затем этот провод мы подключаем к минусу блока питания и оставшийся у нас коричневый провод нам нужно подключить на плюс блока питания и что мы в итоге имеем у нас подключена плата опторазвязки которая позволяет подключить абсолютно любой датчик на вход будь то PNP будь то NPN и помимо всего прочего запитать датчики от отдельного блока питания то есть датчики можно питать одним блоком питания но сюда в любом случае нужно подавать плюс и минус с того же блока питания которым питается и сам контроллер теперь подадим питание и посмотрим что у нас получилось так блок питания работает светодиод у нас светится теперь возьмем датчик и посмотрим что у нас получилось во время поднесения металлического предмета у нас загораются два светодиода которые показывают что вход и выход работают и так же на датчике сзади загорается светодиод который показывает тоже сработку датчика Вот и все. Вот такой довольно простой способ подключения любого датчика к плате Match 3, который имеет минусовые входы.